Юные клэшеры знают, как правильно заходить в хату. Я это сделал правильно, поэтому повышение моментальное. Я просто поплопаю. Всем привет, ребят, с вами Тим из клана Друзья. Никогда так не приветствовался в начале ролика, но факт остаётся фактом. Действительно, когда я начинал свой ютуб канал, я начинал именно с этого клана. Что скажете, бегунки по кланам? Ой, дурак! Действительно, не менял клан, мне это просто было не нужно. Да даже сейчас я клан не меняю. Да, у меня есть свой академ, называется Тим Тим. Мы его дапали до 12 левла, но мне вообще не важно, какой клан, и менять мне нет смысла. Ведь в этих кланах есть люди, с которыми я знаком уже очень много лет. И действительно, хоть мы тут и не играли 4 месяца, мы состоим в беседе и как бы связь не теряли. Поэтому по факту мы все находились вместе, просто, ну, как бы в игре по разным кланам, либо кто-то вообще забрасывал. Ну, а теперь же мы решили восстановить кланы. Правда, касаемо набора, я пока что не решил, как будем набирать людей. Просто у нас, как в Академии, довольно сильные игроки стали. Ну, то есть, от ТХ-11 и выше. Как и в основном клане, тоже довольно сильные игроки. Да, по идее, Академия это типа что-то меньшее, набор там от низких ратуш. Но по факту сейчас низкая ратуша это ТХ-9. Поэтому я ещё, конечно, подумаю насчёт набора в Академии, с какой ратуши. А вот что касаемо основы, сейчас у нас ведётся набор на ЛВК. ЛВК, скорее всего, будет от ТХ-12. То есть, даже если мы запустим, то только будем запускать туда ТХ-12, так как у нас лига довольно высокая. Поэтому, если вы желаете сыграть ЛВК через 7 дней в этом клане, подавайте заявочку, теги я оставлю в описании как на клан Друзья, так и на Академку. И да, клан я открою. Вы просто не представляете, как же я жду фулл ТХ-13. Остаётся-то совсем немного, но разработчики каждый раз подкидывают нам дровишек в печку, и нам приходится апать что-то другое, нежели то, что осталось. И то, что нам добавили, это лагеря, которые, кстати, скоро доапаются, и будет у меня три сотни мест. Также лаборатория, которая у меня была фулл, но по факту она тоже уже скоро будет фулл, остаётся только пека, но её я ставить не буду, я её потом проапаю за книжицу, так будет проще. Ну и в целом всё, из того, что новые добавили, мы проапали. А, да, точно, это дефенс, ещё дефенс добавили. Это пушки, а не, подождите, это башни лучниц. Башни лучниц мне придётся ещё по разу апать, но по факту сейчас у меня задача поставить три теслы. Две теслы я апну за молот и за книжицу, и теслы мы забудем. Потом я буду ставить на прокачку башни лучниц, и мы их тоже забудем. И останется прокачать только по два раза пушечки, то есть одно строение, точнее один вид дефенса и забор. Больше мне апать не придётся ничего, но, конечно же, если разработчики опять нам не подкинут дров. Вы наверняка обратили внимание на мою лигу, и я скажу вам так, я сам не знаю, как так получилось, я просто играю фановыми миксами в глобале, и такими темпами я, блин, лего проапаю. Но фарма тут не очень много, поэтому, скорее всего, я лигу спущу. И, как вы понимаете, в игре до сих пор есть у нас бочки скелетов, также до сих пор забущенные миньоны. И, кстати говоря, это первый супер юнит, которого я действительно буду ещё бустить, потому что супер мухи это реально имба, они мне нравятся. Фан атаками какими-то я делаю трёшки, двушки, вообще на изи. Да, это полноценный микс, но всё равно, одним супер юнитом я могу сделать трёшку, и мне это нравится. Да, уж действительно, фарма стала очень мало, в Титане фарма, как по мне, нету, поэтому, скорее всего, буду ливать лигу, и там фарма уж точно будет много. Но тут радует бонус, который тут есть, поэтому, ну, хоть какой-то профит я с этого получаю. Надеюсь, что 70% плюс я тут сделаю легко. Так, давайте, наверное, сделаем... Не, давайте камни бросателя лучше дам. Так, поехали, короче, закидываем мушек. В принципе, стратегия у меня, ну, почти стандартная, то есть ничего не меняется. Это мухи, это скелетоносцы, и это, конечно же, хранитель, это чемпион, и это я забыл фриз скинуть. Ну ладно, сейчас мы, если что, как бы один выстрел пропустим, а потом я уже как бы вот так вот зафрижу. В принципе, пока что у нас атака идёт в нужном русле, в нужном направлении. Фризы пока что не знаю, куда тратить буду, но, скорее всего, на ТХ. Да, мы это сделаем вот так вот, наверное. Рейджика вот сюда вот подкинем. Блин, ненавижу торнадо, вы просто не представляете как. Фриз, конечно же, не туда. Я думал, что ТХ всё-таки ещё нужно будет зафризить, но... Блин. Слушайте, не знаю, что-то как-то у нас миньоны разлетелись, плюс прожатие, я что-то совсем забыл, с головы вылетело. Но всё равно атака была очень неплохой. Мне что-то скажется, что тут не будет трёшки, и всё из-за того, что я неправильно заюзал панки и неправильно поражал хранителя. Но, слушайте, всё равно такой вот результатик, ну, считай, ни с чего, обычные мухи, как бы... Ну, это классно, согласитесь, это классно, когда вот такой вот результат с фан-микса. И при этом это фулл как бы ТХ-13 была. На прошлом ролике мы с вами днищей, донарей всяких били, а тут как бы фулл ТХ-13, и такой результат, это круто. Ещё бы прямые руки, и точно было бы замечательно. Ну, а тут как бы вот так вот у нас выходит. Я не думаю, что тут что-то годное получится, хранитель сейчас погибнет, скорее всего. Хоть и дефа, кстати, угрожающего ему практически нету на данный момент, и скорее всего золото он нам ещё подфармит, но это не точно. Ля, ну, хранитель вообще красавчик, развалил практически всё своей пушкой, и ещё и ресурсы забрал. То есть мы забрали все ресурсы, давайте завершим, потому что хранитель там всё равно его перебьёт, ну, плюс там ещё колдун. Короче, ему будет хана, поэтому завершаем, и вот такой вот результат. Я вполне доволен этим фармом. Ну, по сути, это правильно, чем выше лига, тем человек активней, чем он активней, тем быстрее он прокачивается, а значит, у него нет ресурсов, а значит, фарма нету, поэтому фарма в этой лиге не очень много. Но, по факту, дарк мне не нужен, элик не нужен, и золото тут есть, поэтому я его буду бить, так что поехали. Так, возьмём теперь в этот раз таранчик, и будем заходить вот с этой части героями, с тараном, потом шарики побегут, побегут шарики. Так, со мной что-то не так кажется, шарики начали бегать теперь, но окей, я понял вас. Так, давайте сделаем вот так, вот так, наверное, ну и, в принципе, как всегда. Как всегда, ничего не меняется, закидываем миньонов, и про фриз не забываем. Фриз почти сразу же я скидываю, фрижу орла, закидываем бочек, закидываем хранителя, закидываем чемпиона, закидываем фриз. Не забываем, самое важное, вот сейчас чуть-чуть я опоздал, да. Я это вижу, но ничего страшного в этом нету. Закидываем вот такой теперь фриз, и, кстати говоря, ещё и вот такой вот фриз экономить уже не будем. А ещё и вот так вот сделаем, а ещё и вот так вот потом сделаем. И, блин, прожимать я чё-то центр не увидел смысла, точнее, ну, вообще смысла не было в этом, потому что не было смысла, как бы да. Но вот сюда вот рейджик накинуть я бы накинул, допустим, с радостью бы. Так, что тут будем делать? У нас остаётся прожать только квины, кстати говоря, скоро оно само, она сама уже прожмётся из-за адской, которую всё-таки бочки не затронули. Если бы затронули бочки, то, по сути, королевка была бы живой. Ну, а так, какая у нас сейчас картинка? Да, деф весь основной снят, но, как бы, есть деф, который нам тоже мешает, и... Ну, скорее всего, это опять обидная двушка из-за того, что королева погибла. Было бы прожатие, было бы намного проще, но мух, как вы видите, довольно-таки много. Но сплэш-дэмэдж, я думаю, с ним справиться легко, с этим количеством юнитов, поэтому даже не знаю. Хотя даже не сплэш, а как раз-таки башни-лучниц. Но, слушайте, всё равно, так-то хп довольно много, плюс хранитель живой на воздух. Может быть, всё-таки хранитель тут-то уже затащит, а? Что думаете? Я вот сейчас думаю, что всё-таки затащит, хотя... Да, нет, затащит, блин, пацаны, не уж-то трёшка. Да, соперник, как бы, послабеет, очевидно, но всё равно, как бы, приятно то, что ты фармишь, фанишься, и при этом ещё и атакуешь каким-то странным миксом, который тебе нравится. Не, ну мегамухи реально имба. Это реально пушка просто. Я не знаю, конечно, что вы скажете, как они вам, но мне они лично очень нравятся. Серьёзно. У нас остаётся две мегамухи. И, кстати говоря, почему-то я их вечно называть начал мегамухами. Что в клане, что так про себя. Это вот на ролике как-то я задумываюсь, что это супер-миньон там. Но по факту это реально мегамуха с Клаш-Рояля. Такая же медлительная, такая же большая. И по виду, в принципе, такая же, как бы, я не знаю, ну, похоже очень. И это у нас уже первая трёшечка на сегодня с хорошим фармом золотом. Ну вот, не хватает всего 400к на Теслу. Как раз таки с этой атаки мы получим ресы и поставим на прокачку и заюзаем рону. Но сейчас самая главная задача это, ну, забрать ресурсы, естественно. Просто если сейчас будет фейл, это будет полнейшая фиаско. Но я думаю, тут не будет фиаско, потому что база вроде бы как подходит под наш микс. Ну, я как определил это? Так, что фризы ложатся идеально. Что на Теслу, ой, что на адскую, что на две адских, как бы. Точнее, по два фриза будем ложить просто идеально. Так что закидываем вот так вот мух, закидываем фриз. После этого закидываем бочечки по фастику. Успеваем это делать, бац. Закидываем ещё один фриз. Бстри, бстри, есть. Нет, не успел, чуть-чуть, немножечко, но ничего страшного. Вот так вот делаем. Вот так вот фриз ложим. Пока что второй фриз я ложить не буду. Ну, или же, или же, или же, не знаю пока. Ну, давайте, ладно, ещё один фриз ложим. По идее, остаётся всего один фриз. Ну, и чё-то как-то не знаю, слушайте. А чё у нас так разлетелись-то все войска? Я чё-то не понял. Я не понял, что вы делаете на этой базе. Ну, точнее, что вы ничего не делаете на этой базе. Блин, чё-то как-то атака не зашла, слушайте. Я думал, что будет получше, попроще и поэффективнее. Ха-ха. Не, ну реально, чё-то как-то не туда пошло у нас. Хотя, хотя вот рейджик, плюс ещё миньоны. Ну, по идее, миньоны хорошо прям так надавили, но чё-то как-то ТХ всё равно не забрали. База уж больно какая-то сильная. И против мушек, ну как-то да. Ну, выстояла. Выстояла, падла. И да, атака была быстрой. Но в то же время, смотрите, процент есть, как бы ресурсы забрали. Поэтому я думаю, что даже есть смысл завершить атаку, так как больше мы тут не получим. Ну и нам в целом хватает на то, что я запланировал. Так что завершаем, получаем и ставим на прокатичку. Тесилка пошла раз. После нажимаем на хранилище. Да вам. Ну и самое главное, это, конечно же, 3. Или это уже 4. Но не важно. Нам нужно опять фармить 6 миллионов. Хотя, хотя, пушки вроде дешевле. 11-200. А не, опять надо даже больше 12 миллионов. Ну ладно, уже не важно. Всё равно нам нужно фармить золото. На сегодня ролик заканчивается. Спасибо, что вы посмотрели. Всем удачки, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok